Сегодня на Баланс ТВ мы, как обычно, по традиции, отвечаем на вопросы наших телезрителей. Вопросы приходят регулярно, вопросы интересные. Я их собираю по тематике, и потом, когда их набирается определенное количество, мы на них отвечаем. Сегодня у нас интересная тема, болезненная тема. Возможно, нужно будет немного подумать, как нам правильно осмыслить эту идею. Первый вопрос. По какой причине возникает расовая дискриминация? Да, возникает. Мы видим, как это реально происходит. Нужно понять, что дискриминация – это умение различать, способность различать, но это негативная способность к различению. Такое вот привзятое отношение к человеку на основе какого-то признака. Когда мы видим человека в негативном свете, видим отличие в каком-то негативном свете. Понятно, что сейчас все это объясняется с материальной точки зрения. Мы же постараемся увидеть духовную причину дискриминации. А духовная причина состоит в том, что у нас отсутствует вот то самое позитивное видение, когда мы радуемся отличиям, когда мы способны радоваться отличиям, когда отличия делают нашу жизнь интересной, делают нашу жизнь разнообразной, делают нашу жизнь глубокой, расширенной, многоуровневой. Когда мы смотрим на одну и ту же жизнь с разных углов зрения. И для людей воспитанных, для людей культурных, для людей духовно развитых, отличия являются как раз вот таким вкусом жизни. Поэтому то, что мы наблюдаем сейчас, дискриминацию, одну из ее вариантов, как мы сейчас услышали в вопросе расовую дискриминацию, все это – последствия отсутствия хорошего духовного образования. Мы перестали радоваться отличиям. И это начинает в нас вызывать раздражение. И это еще в лучшем случае, если вызывается раздражение. Сейчас время такое. Нужно учитывать, что дискриминация сейчас становится буквально вот такой естественной моделью поведения. Что-то вот есть в человеке, который не проходил хорошего воспитания, духовного воспитания, культурного воспитания. Что-то в нем есть вот такая вот изначальная какая-то предпосылка к тому, чтобы отделять одних от других. Невежество. Скорее всего, это просто невежество. Обычно это происходит тогда, когда какая-то группа людей начинает чувствовать свою силу. И почувствовав свою силу, эти люди, объединившись, тут же начинают подавлять тех, кого считают непохожими на себя. Это уже результат гордыни, результат агрессии, результат насилия. Когда люди одного типа, невоспитанные люди одного типа, необразованные люди одного типа чувствуют свою силу, эту силу надо куда-то проявлять. На кого? На тех, кто отличается от нас. Такая проблема изначального невежества. И причем это происходит на всех уровнях. Это можно увидеть и в школах, это можно увидеть в институтах, в рабочих коллективах. Ну и на уровне страны. Это можно реально наблюдать на уровне стран. Поэтому все-таки глубочайшая причина, как мы знаем, всегда таится в невежестве. Стоит начать получать духовное образование, стоит начать повышать свою культуру. Как эта агрессия уменьшается. Да, мы видим, что все разные. Но это и делает нашу жизнь по-настоящему интересной. Следующий вопрос, который пришел по этой теме, звучит так. В будущем расовая дискриминация будет усиливаться или уменьшаться? Конечно же, мы не можем предсказать будущее, но мы можем увидеть некоторые тенденции. И отвечая на первый вопрос, мы заметили, что многое в этом вопросе зависит от нашего образования. Если образование будет происходить по этому вопросу, если его наладят, если действительно этому вопросу будет уделено внимание, то тогда, конечно же, все изменится в лучшую сторону. Возможно, мы поймем, что без духовного образования невозможно решить никакой материальный вопрос. А есть очень болезненные материальные вопросы. Рассовая дискриминация – это очень болезненный вопрос. И если духовное образование не развить как следует, то тогда что делать? Скорее всего, материальные проблемы будут обостряться, будут увеличиваться. Но мы надеемся на разум людей, мы надеемся на логику людей, что мы все-таки сделаем правильные выводы и поймем, что если мы не увидим свое родство, истинное родство, если мы не поймем, что мы действительно дети одного Бога, Бог один, а мы его дети, мы братья и сестры, если мы не обучимся тому, что это нормально, что братья и сестры разные, что это получается действительно интересная, веселая семья, в которой весело и интересно жить, что нет проблем в том, что братья и сестры разные, что да, мы можем по-разному видеть мир, мы можем говорить на разных языках, у нас может быть разное представление о том, как этот мир должен быть устроен. Но если мы видим друг друга как одну большую семью, то все это вполне возможно правильно воспринимают. Все это уже не будет вызывать такой агрессии. Все это не будет вызывать такого противостояния. Поэтому проблема не в самой расовой дискриминации, проблема в том, а как мы видим мир, насколько мы глубоко видим этот мир, насколько мы широко его видим, включается ли в наше понимание семьи только пару человек, или это моя улица, или это мой город, или это моя страна, или это все-таки планета Земля, а может даже все планеты нашей системы Солнечной, а может весь космос, насколько широко я вижу свою семью, насколько я широко понимаю свой дом, понимая вот это изначальное свое положение как ребенок, а всех, кто меня окружает, как моих братьев и сестер. Вот в чем вопрос. Вот откуда, собственно говоря, растут эти проблемы. Если мы об этом задумаемся, тогда будущее нас ожидает посветлее. Если мы не будем об этом задумываться и будем материальные проблемы решать материальными способами, но, соответственно, проблемы будут усиливаться. Мудрецы говорят, что материальное решение материальных проблем удваивает эту материальную проблему. Кто-то должен, в конце концов, дать хороший пример того, что именно духовными способами надо решать материальные проблемы. И вот тогда есть надежда. Конечно же, эта надежда у нас есть. Мы будем надеяться на разум людей, мы будем надеяться на логику, на духовность, на то, что мы увидим, как люди меняются в лучшую сторону. Третий вопрос, который к нам пришел. Что происходит с дискриминацией по половому признаку? Это очень интересный вид дискриминации. То мужчины дискриминируют женщин, то женщины дискриминируют мужчин, то все дискриминируют друг друга. Дискриминация, дискриминация. Кто какую силу опять-таки чувствует? Когда мужчины объединяются и чувствуют себя сильными, тогда они пытаются как-то принять значение женщин. Но мир двойственен, мир устроен по принципам качелей, поэтому в ответ объединяются женщины и начинают дискриминировать мужчин. Чувствуют свою силу и начинают принижать значение мужчин. Так используют свою власть, так используют свою силу. И эти качели качаются и качаются, и качаются, и качаются бесконечно. Мы можем наблюдать, как это происходит. И все это опять-таки на основе того, что мы никак не можем понять свою духовную природу. Что, в конце концов, мужское и женское – это вторичное. Главное, что мы вечные души, что у нас есть единые вечные желания. Общие желания одинаковые и мужчин и женщин. Мы все хотим любви, мы все хотим счастья, мы все хотим свободы, мы все хотим знаний, мы все хотим вечности, мы все хотим блаженства. В этом плане мы едины. Просто сейчас одни родились мужчинами, другие родились женщинами. Это не было нашим желанием. Такова судьба. Судьбу надо принимать. Но это не значит, что мы должны обижаться на свою судьбу. Ведь это обида. Но на кого мы обижаемся? Почему мы вымещаем свою злость на каком-то другом? Ну на себе тогда и вымещай. Подумай, почему ты сам попал в эту ситуацию? Значит, были такие желания. Кто-то очень хотел родиться мужчиной, кто-то очень хотел родиться женщиной. Ну, пожалуйста, вот результат. Любое материальное желание, оно приводит к каким-то проблемам. Сейчас видно, как дети хотят, чтобы им купили велосипед. И я вижу, у нас есть рядом с домом площадка, где дети начинают кататься на велосипедах. В первый раз садятся, рядом папа поддерживает. И они начинают ехать. В первый раз на велосипеде, и кто-то падает обязательно. И все. Крики, слезы, разбитые колени до крови. И он даже пинает этот велосипед, в конце концов. Говорит, все, не буду больше на нем кататься. Но ты сам его хотел. Ты его очень хотел. Ты, может быть, его несколько лет хотел. На, купили, дорогой. И все. Кровь, разбитые колени, слезы, не хочу, не надо, сами на нем катайтесь. Такова сама система материальных желаний. Материальные желания всегда немножечко заканчиваются не тем, чем мы хотели. Все время все оборачивается какой-то болью. Какой-то вот даже иногда трагедией. Все время все происходит не по нашему плану. Потому что это мир не нашего плана. Мы родились по плану судьбы. Мы живем по плану судьбы. С нами что-то происходит по плану судьбы. Мы мало на что влияем. Но влиять можем. Поэтому есть образование. Поэтому есть воспитание. Потому что если мы понимаем законы жизни, если мы понимаем законы судьбы, то мы можем войти в эти законы и жить по закону. И вот тогда сразу же становится легче. И вот тогда сразу же мы чувствуем свободу. Потому что тот, кто следует законам, тот свободен. Нарушил закон, все. Свободу лишили. Поэтому главный закон это взаимоуважение. Все должны уважать друг друга. Мужчины должны уважать. Женщины, женщины должны уважать мужчин. На основе этого строятся любые взаимоотношения. Дискриминация это просто отсутствие уважения. А уважение это основа любой культуры. Нет уважения, нет культуры, будет дискриминация. Те, кто сильные, те, кого много, всегда будут обижать тех, кого мало, тех, кто послабее. И так будет на любых социальных уровнях. Начиная с детского садика и заканчивая домом престарелых. Поэтому надо что-то менять. Что? Культуру, образованность, свой взгляд на устройство этого мира. И, наконец, заключительный вопрос на сегодня, который к нам пришел. Четвертый вопрос. Есть ли дискриминация в религиозной среде? Как мы видим, дискриминация есть везде, потому что религиозная среда не всегда значит образованная среда, не всегда значит культурная среда. Мало принять какую-то религию, мало принять какую-то традицию. Нужно получить реальное, глубокое, настоящее духовное образование. Если это образование придет, тут же поменяется видение. И мы увидим действительно этот мир как единую систему. У нас появится цельное восприятие. Мы поймем, что все старшие это как мои родители, все равные это как мои братья и сестры, а все младшие это как мои дети. И я должен старших уважать, с равными дружить, младшим помогать. И вот тогда появится истинное духовное семейное видение. И вот тогда я смогу правильно ко всем относиться. И вот тогда не будет дискриминации. А так получается, какая религия сильная, она дискриминирует слабую религию. Потом они меняются местами в другой стране. Та религия, которая была слабой, становится сильной и уже дискриминирует слабую религию. Можно посмотреть, в разных странах разные религии, сильные, то слабые, это соотношение меняется. Переезжая из одной страны в другую, мы можем увидеть, как эта дискриминация проявляется в религиозной среде. Конечно, это плохой знак. Конечно, а конечно, это говорит о том, что веры много, а разума мало. Поэтому истинное духовное развитие это все-таки развитие разума. Это не слепая вера. Мы должны на основе разума понять, как устроен этот мир. И если разум у религиозного человека развивается, если он просыпается, тогда никакой дискриминации не будет. Тогда будет любовь, взаимоуважение и забота. Вот то, о чем мы все мечтаем. Я надеюсь, это все-таки будет происходить. Да, мы этого ждем. Да, мы на это надеемся. Но мы прилагаем также к этому все усилия. Поэтому, пожалуйста, дорогие зрители, следуйте этому пути, пути разума. Ведь это единственный путь, который действительно верный. Идти путем глупости точно не стоит. Поэтому в завершение нашей передачи я бы хотел вам пожелать не просто быстрого развития функции разума, а радостного развития функции разума. Потому что настоящее образование, настоящее обучение, настоящая культура всегда должна быть наполнена радостью. Мы живем ради того, чтобы узнать о счастье, испытать это счастье и поделиться этим счастьем со всеми окружающими. таков наш план. Я думаю, этот план вполне хорош. спасибо большое за те вопросы, которые вы нам присылаете. Специально для общения с нашими зрителями у нас есть форум go.loco.ru вы можете заходить на него в любое время, он всегда открыт, задавать свои вопросы, и мы с радостью одни из ваших вопросов возьмем для следующих трансляций, для следующих передач, а на какие-то вопросы мы ответим сразу же, как только они поступят. Так что, пожалуйста, пишите, задавайте свои вопросы, и до новых встреч. Будем очень рады опять вас увидеть и услышать. Спасибо большое.